Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это поселок Черемушки Недалеко от Саяношушенского газ Недалеко от Саяношушенского водохранилища Которое аккумулирует тепло И замерзает только после Нового года Климат мягчен до минус 30-32 И я знаю двух отчаянных людей Которые выросли по одному грецкому ореху Попытки мои привезти с Украины Выписать косточки из Казани и из Тольятти Уничались полным крахом Два-три года растет Максимум пять и умирает Вот Манджурский орех Приобрел мой сосед Ну знаете как Ах орех, ах манджурский То есть ах грецкий Оказался манджурский Вот Что дальше Он себя рос, рос, рос И я узнал о том Из литературы Что он оказывается плохой сосед Дальше я цитирую сам себя Потому что это статья Моя статья Вначале Про грецкий Ой, про манджурский орех В моем саду Да, я еще раз Грецкий орех Два случая Плодоношения мне приносили Знаете На работу Мне приносили Черемушек Грецкого ореха Косточки А действительно Оказалось Что он Действительно Он грецкий Вот Два случая Можно было Все черемушки Засадить Грецким орехом Но несмотря на дикую Я бы скажу Энтузиазм дичайший Он больше касался Абрикосов Яблок и груш Но грецкого ореха Как-то не касался Поэтому Наверное И один случай Той легенда Что якобы шелковица Там росла у кого-то То есть Никто этим направлением Не серьезно занимался Ну Манджурский Рос себе у соседа И Пока я не Повлиял на его судьбу Итак Я пишу Принято считать Что орех Манджурский Изгой И имеет Три недостатка Первый Огромный рост Это правда Особый запах Листьев Отпугивает Насекомых Опылителей Для других Плодовых растений Особый запах Который Дальше Это ядро Составляет Всего 20% От общей массы Ореха Со скорлупой Толстая Бронированная Скорлупа Тогда как У греховского Ореха 40-50 Видите Уступает 23-24 Толстая И крепкая Скорлупа Манджурского Ореха Сильно Зато Для этого Извлечения Из ядра Вот В моем же саду Орех Манджурский Образует Треугольник Соседина С брушами Сварог Нарядный Эфимус Расстояние 5 метров Это между Сварогами Нарядный 5 метров А от обоих Получается Расстояние Кассированный Бедный Треугольник Там Чуть 6 метров До От этих До Груш Чёрно Видно Не видно Вот Такой Треугольник Летом Во время Урожая Кроны Прям Буквально Все Трекроны Вот так Вот Девятное Дело Причем Именно Эти две Груши Являются Рекордсменами Поворожая До 30 Ветров Наверное Это Самые Урожайные Самые Высокие Груши В Сибири Я их Покажу Вам На фото Ниже Он Это Манджурский Орех Речь За Усокоросая Груша Сварог Справа Где-то Снимал Видите Вот это Значит Мощная Груша Груша Сварог Так Вот А вот Это Вот Видите Красненькое Красненькое Плодное Вот Вот Видите Вот Они Это Наряды Фима А вот Между ними Как бы Сожители Вот Верхушка Манджурского Ореха Вы теперь Не сомневайтесь Что Это Моджурский О Вот Они Их Пармались Там Все Все Теперь Давайте Посмотрим Правда Что Дает Большой Урага Дело О том Что Сейчас Еще Не Успел Окраситься Сварог Нет Это Очень Хорошо И Здесь В Сказать Да Именно Вот Последний Урожай Непредельный Тут Всего Годра 20 В этом Годах Вот Видите Вот Эти Разглядели На телефоне Можете Разглядеть А На компьютере Прекрасно Видно Для него Это Так Средний Урожайчик Бывает И гораздо Больше Вот Мы Увидели Одного Суждителя Наджурского Ореха Вот Еще Раз Посередине Вот И Вот Вторая Суждитель Справа Увидели Лодики Красные Вот Они Вот Они Это Вот Она Это Груша Нарядная Фильма Кстати Мировой Лидер Считается Плотай Медар Гран-при Нарядная Выставка Вот Теперь Так Внешний Вид Плодов Можешьского Ореха Разглядели Я Снял Фильм Сейчас Я вам Покажу Его Может Кому-то Это Понадобится Или Понравится Сейчас Отвлекусь Ну Кто Насторопит Здесь У меня Здесь У меня Видите Вот Это Ютуб Который Вроде Сегодня Собирается Накрыть Навсегда Вот Происки Империалистов Вот Это Вот На Ютубе Мой Канал Содоводства Пожарива Видите Вот И Залезал Это Кстати Здесь Подписываться Надо Вот Я Самый Последний 10 тысяч Подписчиков Когда У моих Оппонентов По миллиону По два И Действительно Они Столько Вреда Приносят Я Нисколько Не Привлечу А тут Какие-то 4-7-2 Просмотра За день 500 Просмотров За 4 Дня Ну И Скоро И Перегратится А может Еще И запретят А пока Так Железу По выдуманной Несовместимости Наджурского Ореха И культурной Броши Это Вы Потом Прочтете Вот Это Вот Почему Так Пошла Запись Потому Что Там Все На Месте Но Свои Есть Преимущества И У фильма Снятого Буквально Где мы Были Кстати Ой Где мы Были Ага Снятого Буквально Перед Экраном Итак Посмотрели Там Тоже Я Показывал Орехи Поднимал И к земле Вот Эти орехи Я собирал Осенью Орех Манджурский Видите Ну Саму Тарелочку С орехами Я снял Правда Декабре Вот 2 декабря Для чего Я начал Продавать Банк Примерно Трехлитровый Продал И продал Один сальвиз Потом Я их покажу Это и все Я хочу Доказать Их пользу Невероятно Из Википедии Манджурский Орех Один из Видов Грецкого Ореха Который Представляет Собой Кустарник Или Дерево Видите Его даже Не отделяет Один из Видов Его не Противоставляет Грецкого Ореху Один из Видов Манджурский Орех Обладает Богатым Витаминным Составом Несет Пользу Для Организма Из-за Этого Нередко Используют Народы Медицины Косметологии И кулинарии Но Их Также Можно Сорвать В период Молочно-войсковой Зрелости И Делать Лечебные Соки И Отвары Которые Обладают Просто Невероятными Свойствами И Применяются Для Избавления От различных Болезней Пищевая Ценность На 100 Грамм Калорийно Будь Здоров Ну Не бойтесь Растолстеть До того Что Здесь Жир 60 Грамм Да Жир Но Я Сразу Скажу Это Не Животный Жир Который Мы Боимся Горанин Свинина Нет Это Растительный Жир Так Что Не Бой Сего Калорийно 640 Грамм Белков 28 6 Жиров 61 Угревод 7 По вкусу Он кажется Похожим На грецкий Олимп Но Значительно Жирнее Его Поняли То есть Там Надо 2-3 Расколоть А там Один Но За эти 2-3 Зато Они Жирнее То есть Они Имеют Свои Преимущества Поэтому При Употреблении Внеограничных Калорийно Продукт Может Нанести Вред Организму Какие Доподить Элементы Входит В состав Польза Для Организма Благодаря Витаминному Составу Дальневосточный Это еще Кусочек Другого Места Дальневосточный Продукт Уже Поняли Манджурский Орех Растет В Манджурии Прежде всего И вообще На Дальнем Востоке Уже Покоряет Нашу Страну Как Сверх Мар Востоке Но Не очень Популярно Почему То что Я вам сейчас Рассказываю Никто не знает А Эти самые Мифы Отпугивает Насекомых Не дает Опылять Культурным Растением Тут Это могут Это пожалуйста Это знают Всех Повторяю Благодаря Витаминному Составу Дальневосточный Продукт Помогает Благоприятно Возвращать Организм Минеральные Компоненты Снимает Симптомы Многих Заболеваний Заменяет Медикаментозные Средства Вы знаете Что такое Медикаментозные Средства Тут Лечим Печень Калечим Тут Лечим Бочки Калечим Догадались Не бывает Идеальных Этих самых Лекарств Вот Поэтому Они Заменяют Минеральные Компоненты Дальневосточного Мальдзорского Амрекоса Заменяют Медикаментозные Средства Продолжение Последующее Появление Патологии Какие Лечебные Свойства Медикаментозные Скореха Его Косточка И листья Использование Можно отметить Заметь Еще и листья Есть А про листья Я сам не знал Снимает Болевой Синдром Оказывает Противовоспалительные Свойства Помогает Убрать Грибковое Поражение Оказывает Антибактериальное Действие На открытые Раны И порезы Вот так Расширяет Сосуды Ой Как важно Для нас Как важно Расширение Сосудов А тут Натя Расширяет Несет Пользуя Для работы Сердца Улучшает Работу Желудка Выводит Из организма Токсины Укрепляет Иммунитет Человек В зимний Перед Протвращает Появление Витаминоза Улучшает Состояние Кожи Наполняет Ее Влагой Препятствует Старению О Девчата Это Глав Вот Структура Волос Убирая Сечерит Ускус Придает Локонам Здоровый Блеск Оказывает Профилактическое Свойство На онкологическое Заболевание Вот Только Когда я Готовился Эту Тему Я Впервые Про Этого Слышал Вот Так что Мне Монжурский Орех Пригодится Монжурский Орех Оказывается Обще Укрепляющее Действие Повышает Работу Способность Улучшает Настояние Вот Раз мы Железовые Распространяем По себе Орехи Саженцы Получаем Вот такие Письма Волос Как-то Не интересовался Монжурским Орехам Поскольку У нас Выборги Они есть Но у них Практически Полностью Отсутствует Ядро Можно Разве Наковырять Немного Иголкой И не более Того Там Есть Совершенно Нечего Вы поняли Чем Дальше От дальнего Сока Тем Они Постепенно Оказались Деградировали Раз ядра Почти нет Считаю Деградацию Но у меня Возникло Подозрение Что монжурцы Имеют Ну тривидовое Отличие В интернете Видел Как люди Извлекают Ядро И оно Там Все-таки Есть В интернете И могли Вы Поподробнее Писать Свои орехи Либо на Вебинаре Либо Письме Желательно С фотками Если Там Все-таки Можно Что-нибудь Наковырять То Это Было Очень Интересно Для меня И для Других Ваших Учеников Вот Так Железо Отвечает Ему Вот Да Мой Эземпляр Орехово Жизко Полностью Ядобен Как Извлекать Ядро Значит Мой Друг Мне Присылает Фильм А я Взял Сделал Неск Фотографии Прям С экрана Вот Так Смотрите Вы Видите Как Удобно Когда Вот Я Такого Не догадался Мягкая Поверхность Торец Полена Так Разбивается По торцу И Внимание Посмотрите Какое Богатство Если Аккуратно Не раздавить Не разбомбить Видели Вот Она Ценность Обыкновенная Ну Добавим Зеленое Покрытие Скорлупы Добавим Зеленые Листья Вот Все Это Наверное Есть Все Эти Рецепты Народно Есть Вот Поэтому Если Я вас Интересовал Продажа Орехов Десяток Триста Рублей Продажа Саленс Один Стоит Пятьсот Рублей Справка Всевышний Тридцать Саленс Я пытался Это Вернее Мои дети Пытались Продавать По тысяче Рублей Купили Только Один Из Тридцати Саленс Саленс Маловато Они Выглядят Вот Так Вот Это Орех Который Саленс Я Достал Из Банки Вот Итак Десяток Орехов Стоит 300 Рублей Слатификация Декабря Никакой Халтуры Почему Внимание Все Это Было Прошлым Весной Орехи У меня Не Раскупили Сроду Их Не выращивали Это Прекрасно Знаете Кто Меня Знает Давно И тут Значит Ребенок Все Ведет Себя Непоследовательно И я решил Что надо Все Таки Это Христианская Семья Я сам Выходя С христианской Семьи Сколько Я себя Помню Я стяпкой Мама Помогла Шестилетие Ребенка Моему Поэтому Лучатому Племяннику Помогла Раз Грядочку Небольшую Раз Разрыхлить И ребенок Своими ручками Немножко Неаккуратно Посадил Вот так Процент Скорости Вы видите Вот эта штука Стоит 500 рублей Дальше Где вы будете Давайте сравним 500 рублей Или бутылка Вот Что дороже Цена Примерно Одинаковая Вот Значит Общаться Нужно С Татьяной Садной Которая Железо Которая Является Этим Самым Принимая Заказы Но Именно Насаживаемся Вот Мои Данные Да Вот Они Мои Данные Вот Здесь Я Телефон Еще Размещу Телефон 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 На Орехи На орехов Свет Клин Не сошелся Вот Это и касается Абрикосов Ябл Груш Слив В этом году Учитывая Первый успех Вот Тимоша Будет Посмотрим Зачем Мы Это Сделаем Ничего Пока Не скажу Одно Скажу Вот Как Говорил Товарищ Сталин Жить Стало Легче Жить Стало Веселее Вот То что Веселее Да Вот А что Стало Легче Жить Я вам Не сказал Поэтому Будем Выращивать Надежды Что И манджурские Орехи И манджурские Абрикосы Сливы Еще Даже Все это Беспривит Все это Представляет Огромную Ценность А придет Пора И лечиться Мы будем Вот этим Вот Самое Лучшее Это Мякоть Вот Это Когда вы Вырастите Орехи До Плоотношения Или Десятки Рецептов Что Именно С них Получится Вы уже знаете Много Что Получится Плоть до Онкологии Еще Я хочу Сказать Вот это Бойзе Что Манджурский Орех Большой Под ним Много Тени И занимает Много Места Я уже Знаю Многие Из вас Гектары Захапаны Посадите Вы Десяток Манджурцев Если У вас Гектары Вот А вы Знаете Это Никто Никогда Не Проверял Вот Да Есть Такое Понятие Это Иммунитет Зимний Период А я скажу Возьмите Два Три Ну Может Даже Один Если Хороший Манджурский Поставьте Под ним Кровать Посмотрите Что Будет Мне Кажется Что Если Столько У него Тут И Поминается И Токсины Поминаются Грибы Скорее Всего Это Будет Просто Лечебница Кровать Лежанка Нара Кресла Под Большим Манджурским Орехом Вот И Жаль Что У нас Он Так Сказать В загоне Жаль Что Он Большим Самое Интересное Что Я Натворил Вот Это Надо Сюда Вернуться Да Вот Сюда Вот Это Вот Мой Фильм Я сейчас Сонарую Где-нибудь На интересном месте Вот Смотрите Вот Это Супер Груши Потому Что Я Высота До Третьего Итажа Может Летом Она Огромная Сейчас Как-то Не Смотрится Короче Вот Они Все Три Вкручиваются Двести Грушами И не Помешали Один Виф Развеяли А я Вкручиваю Другое Показать Вот Отверстие Сейчас Увидите Два Зеленая Корня Она Обладает Уникальной Летерной Своей Но Об этом Я Расскажу В фильме Потому Что Запомнить Все Не могу Приходится Записать И Потом Себя Рецитировать Вот Они Речи Вот Видите Кстати Весной Всегда Десяток Шходит Самосем Потом Они Вроде Никому не нужны Тем не менее Предпоследний Год Я Не Выдержал Посадил Вот В прошлом году Они у меня Ну Небольшие По колено Чеплюши У меня Три Десятка Таких Есть Так Вот Это Покажи Это Уже Другие Хозяева Сад Сад Вон Там Яблони До сих пор Живые 40 лет Скоро Будет Вот И Наконец Я Прочитал Караул Сросси У кого Есть Моргушкарек Убирайте Толя На колени Толя Пожалуйста Он на той территории Растет Вот Уже Правда Плодоносил Орехи Конечно Довольно Такие Знаете Их надо Разбивать Их надо С ними Возди Много Чтобы Мякоть Добыть Вот Я убеждаю Вы Поняли Да Отпилили Толя Один По моей Просьбе А выросло Три А новые Хозяева Отказались Пилить И сейчас Он собирает Я где-то Две метра Десять Ко мне Сверху Стреть А сейчас А он Собирает Двадцать Вот И всю Зиму Они колят Их Народ Такой Башковит Кукуркулисты Вот И всю зиму Они едят Да они Да они Грецкие Но полезнее Возди Чуть больше Но общились Может быть Они в тисках Раздавливают Может в специальных Лещах Не спрашивал Ну сказали Мешок Зазим Седай Вот А То что Вы видите Да это Феномен Никогда Не заберзал Урожай Предельный А ему Уже Ну стали Купили эти участки В восемь четвертом В восемь пятом В восемь пятом То есть Тридцать шесть лет назад Вот И тогда мы Засадили сад То есть Ему Тридцать шесть Плюс один Два года Было Посадки В общем Мы поняли Что Вот Недоценен Не мешает Вот Пусть он не участвует В опылене И груш Но и не мешает Это сто процентов Вот Рекордные урожаи Невиданные До всей Сибири Вот И с ними надо Работать Экспериментировать Вот я Одному товарищу Часть продал Часть подарил Андрюшке Абрикосы Косточки В том районе Где он живет Я забыл Башкирия Татария Где-то там Высочайший уровень Онкологии И он решил Поставить эксперимент Я понял Так что Мужик серьезный Я не стал залить И подарил ему Много-много-много Манджурских орехов Чтоб он из них Делал вытяжку И пытался Лечить онкологию О том Что абрикос Манджурский Вообще Абрикосы Мякоть Вечер Онкологию Это я и так знаю И даже Скоро Фильм Еще один Покажу Вот Но уже И орех Манджурский Вот этот Вот Он тоже Оказывается Он тоже Орех Вот Он обладает Уникальными Лечебными Свойствами Но об этом Я Вот Видите Что Я скажу В фильме Потому что Запомнить Все не могу Приходит Вот он Орех Вы видите Так Поэтому Еще раз Может быть Среди вас Кознению Только Один Че Который Выписывал У меня Орехи Специально Для мужчин С онкологией Я получил Потом Доброе Письмо Вот Правда Прошло Несколько лет Скоро Я его Процитирую По новой Потому что Это очень важно Мужчина С виду Даров Боли Прошли Настроение Хорошее Планы Большие Просад А так Писал У меня Уже Потом Прошло Несколько Лет Вот Если Даже Он Не вылечился До конца Но Может быть Все таки Орех Мякоть Этого Самого Ореха Надежда Может быть Все таки Помогла Так что Будем Продолжать Ну а Вы хотите Мне Помочь Помогать Я Не против Вот Это Умедился Орех Орех Нет Не Это А Еще Вот так Наживем По Новой Вот Так Я Заканчиваю Свой Разговор Помните Смешные Цены 10 Орехов 300 Рублей Бутылка Пива Нет Бутылка Паршивой Водки Вот 500 Рублей Бутылка Просто Водки Это Саженец Попробуйте Вот Все Друзья До свидания Я Надеюсь Вам Не было Скучно Многие Из вас Для многих Вот это Вот Что Случилось Он Оказался На своем Месте Средельно Это Отдельный Ареал Вместе С Грушами С этими Это Сенсация Вот А мы Живем Мифами Я Я Отвечал Уже Доброе Полсотни Биф Помните Срочно Спасайте Деревья Отрезайте Лишние Ветки И он Будет Долго Жить Еще Полсотни Биф Вот Сегодня Я Разоблачил Очередной До свидания Друзья Вот Давайте Гритружно Матой Крови До свидания Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров